canon. ну говори. hd canon hd Xa10. Xa10. Xa10? No xa. xa, что значит xa10? Extra чего то там. Почему extra? Ну так японцы придумали себе на extra пишут X. Нормально по громкости? Или погромче? Ну джюджить. Джюджить? Лучше побасить? Или так поговорить? Нет, как комфортно. Говори так. Потому что если будешь тихо, могу тебе воткнуть в руки микрофон. У меня есть. Не, нормальный звук. Хорошо. Давай поболтаем. Давай. А о чем поболтаем? Ну у меня в принципе нет рамок. Могу болтать о чем угодно. Да, поболтаем. О всяких трансовых состояниях. В которых я... Чем дальше влез, тем больше дров. Да, давай. Чем больше я с этим экспериментирую, я не могу сказать, что у меня появляется ясность, а наоборот. Как-то... Ну не могу сказать, что пултаниция. Но неясность точно. Неясности гораздо больше, чем ясность. Давай начнем тогда сначала. Что ты хотел прояснить? И почему выбрал именно это для прояснения? Ну, меня в первую очередь ставит в какой-то ступор вопрос о том, насколько использование трансовых состояний, гипноза, каких-то шаманских техник, таких как шаманские путешествия, да? Могут ли они как-то влиять на психику? Ну, по крайней мере, я сам лично этим вопросом не задавался, но уже неоднократно за последнее время слышал такой вопрос от других участников. Влиять в смысле просто влиять или хорошо влиять, плохо влиять? Влиять негативно. Негативно. То есть может ли это вызвать некие расстройства психики того или иного характера? И интересно было бы услышать еще чье-то мнение. Мое мнение может. Может. Конечно. Может вызвать. А с чем связано? Ну, что из-за того, что мы затрагиваем подсознание или неосознанную часть своего сознания? Или как это можно было бы выразить? Что может сработать механизмом? Ну, у Панченко есть такая присказка о том, как человек в гипнозе защищает, охраняет, бережет себя еще круче, чем в сознательном состоянии. Да, слышу. Возьмем или делаем вид. Или даже может сами уверены, что вот, это моя норма. Я такой классный чувак. Я всех люблю. Вот. А именно глубинные нормы, которые как раз и оказались в подсознании. Но нормы что? О чем ты сейчас говоришь? Нормы всего. Скажем, нормы поведения, нормы мышления, нормы реакций. И эти нормы, они находятся не в сознании, а они находятся в неосознанном состоянии? Конечно. Если бы они находились в сознании, то нам было бы трудно вообще оперировать постоянно меняющимися обстоятельствами. Ну окей. Хорошо. Как это связано с тем вопросом, который я поднял? Да. Ну например, если у человека есть чревоточинка какая-то, ненормированная. Ну например, социопат. Или там, человек со склонностью к девиантному поведению. Ничего. Ни социопат, ни девиантного поведения. Хорошо. Ну, скажем, садист латентный. Ну это более понятно. Для всех, скажем. Латентный имеется в виду скрытый не просто для окружающих, а скрытый для самого себя. То есть окружающие даже быстрее просекут, что у человека есть садистические, или мазохистические, или гомосексуальные наклонности. Все дело в том, что мораль, в конечном итоге, это ж не глобальный закон. Это просто общепринятые в данном обществе, в данном контексте нормы поведения, нормы реакции. Хорошо. А мысли, на самом деле, не нормируют. Мысли нормируют только религия, или, ну, этика, грубо говоря. Хорошо. Окей. Тут более не понятно. И человек может поведенчески демонстрировать, что он мегапозитив, гетеросексуал. Сам депрессивный хомосексуалист. Да. Депрессивный хомосексуалист с садистическими наклонностями. Ну, то есть, он сам себе запрещает об этом думать, но, значит, все уходит под сознание. И, если я правильно понимаю, такая, скажем, база, она может являться причиной каких-то отклонений или психических расстройств? Я думаю, что эта база не будет сама по себе являться какой-то причиной. Она будет являться следствием взаимодействия такого человека с гипнотизером. Следствием взаимодействия человека с гипнотизером. То есть, если такой человек будет подвержен, например, гипнозу, неким третьим лицом гипнотизером, то это может, чтобы быть наружу или что? Да, если цель такая у гипнотизера стоит. Либо у него есть скрытая мотивация выявить проблематичные стороны субличностей. Но при этом, если вовремя с этим не начать работать, да, например, с тем же гипнотизером. Ну, то есть, если ты сам этого не видишь, но тебе об этом намекают окружающие в той или иной форме, да, и ты с этим ничего не делаешь, то есть вероятность, что оно вылезет само и вылезет в весьма неприглядном виде. Ну, например, человек считает, что гетеросексуал, хотя имеет скрытые гемосексуальные наклонности, да, вот та тема, которую ты затронул. И, ну, по крайней мере, я лично с такими людьми не знаком, но слышал о таком через третьи руки условно, да. И человек встречается с женщинами, если это мужчина, да, женится, у него рождаются дети, но в какой-то момент то, что в народе принято назвать срывает башню, он все бросает и становится гомосексуалистом. При этом, да, этому могла быть какая-то причина, с которой можно было, прошу прощения, алло, да. Нет, котенок, я сейчас не могу зайти, я сейчас уехал. Я уехал, я приеду тебя уже забирать в часу. Ты потерпишь еще? Ну, навстречу я уехал. Да, хорошо? Ну, все, давай. Пока. Ты понимаешь, мы ушли немного в сторону. Что ты хочешь прояснить? Если у человека есть склонности, они бывают двоякого рода. Подожди, давай вернемся к первоначально заданному вопросу. Может ли гипноз, какие-то шаманские путешествия или другие трансовые техники, которые человек пробует на себе, да, то есть он поддается, не поддается, он проходит сеанс гипноза, да, или он отправляется в шаманское путешествие. Может ли это со временем вызвать какие-то расстройства психики? Со временем нет. Расстройство психики может не вызвать, а может скрыть. То есть предполагается, что если до таких, условно назовем, что это эксперименты, не эксперименты, практики, да, ну, то есть некая практика, да, практика гипноза, практика шаманского путешествия или чего-то еще, да, вот, какого-то взаимодействия со своим неосознанным, со своим подсознанием, вот, как корректно назвать, ну, пусть будет так, да? Ну, прежде всего, если речь идет о том, что я имею доступ наблюдать, очень редко, ну, вот, за три, почти четыре года и съемки, и наблюдения за школой гипноза, за шаманскими трипами, за многими участниками, это десятки людей, прежде всего, ни один из них не погружался достаточно глубоко, то есть шаманский трип, это даже, вы не погружаетесь до уровня бессознательного, вы погружаетесь на самую, грубо говоря, верхнюю границу сознательного и неосознанного, вас не погружают в глубокий транс, вот, нет ни одного симптома глубокого транса, каталепсия, покачивание, обезболивание, ну, то есть, этих признаков нет ни у кого, поэтому человек находится все равно в сфере сознания, вот, единственное, что его сфера, фокус внимания опускается на самую возможную для него в данном состоянии, нижнюю границу осознанности, грубо говоря, ну, глубокие гипнотические феномены исследуются на одной единственной школе гипноза, и то они исследуются, опять же, с уровня сознания, вот и все. Шаманский трип, как вот, мое мнение, даст возможность погрузиться достаточно глубоко на, вот, уже на подкорку, грубо говоря, сознания, только если он будет длиться минут сорок, быстрее вряд ли. То есть сорок и больше, да? Скорее всего, это только начало погружения, да. Я думаю, что такого рода гипнотический сеанс, он не может быть стремительным, либо человек тогда априори, ну, имеет такой опыт стремительного погружения, собственно, и бессознательное, вот, но тогда его и выводить, ну, как бы, бессмысленно, он сам погружается, сам выходит. Шаман тут ни при чем, гипнотизер тут ни при чем, вот, а если это управляемый транс, направляемый, как это, наведенный, то он будет длиться очень долго. Ну, это как сон, вот, фазы быстрого сна, да, считается, что за 15 минут ты не успеешь пройти фазу долгого сна, чтобы перейти в фазу быстрого сна и увидеть сновидение. То есть, вот, а если у тебя есть навык, например, визуализации, очень важный и нужный навык, который не связан, грубо говоря, с бессознательным, он связан, скорее, с работой обеих полушарий синхронной. Вот, и визуализация, она же галлюцинации в бодрственном состоянии, то есть, ты можешь видеть картинки яркие, подробные, ну, вот, художники, например. Закрывают глаза. Да, поэтому транс с закрытыми глазами под шаманский бубен, это, по-хорошему, просто очень качественная и длительная визуализация. Вот, хорошо, если у человека навык этот, ну, достаточно развит, и он умеет отличать. Вот, скажем, глубокие гипнотические феномены, они должны сопровождаться и ощущениями тоже. Ну, и всё. Ну, то есть, это звуковые галлюцинации, тактильные галлюцинации. А навредить? Навредить можно, ну, пример. Нет, вопрос не навредить, а вопрос, то есть, я вот несколько раз уже слышал от участников, да, там, того же шаманского трипа, человек, выходя из какого-то трансового состояния, да, там, через, там, 5-10 минут звучит такой вопрос вслух, а вопрос самому себе, то есть, человек не ждёт ответа от окружающих, ну, вопрос некий такой звучит, а, там, не сойду ли я с ума, да, там, а не посетит ли меня, там, шизофрения, да, то есть, человек задаётся таким вопросом. Я понимаю, что это одни знания, но этого знания и нет, да, то есть, можно, там, почитать какие-то научные трактаты на этот счёт, вот, и сказать, там, окей, это никак не влияет, или наоборот, это влияет, а этому есть такие обоснования, проведены такие эксперименты, и, типа, не стоит с этим баловаться, да? Ну, хочу тебя поправить. Во-первых, насколько я знаю, шизофрения – это не болезнь, это синдром, то есть, это комплекс каких-то симптомов, недостаточно выясненных, они могут иметь физиологическую основу, например, отравление просто, могут иметь психическую основу, ну, небольшие расстройства личности, вот, шизофрения – это не болезнь, это комплекс признаков, на основании которых, это удобный комплекс признаков, на основании которых можно изолировать некоторых людей. Это придумано, на самом деле, больше с политической и, как это, властной точки зрения, то есть, можно любому здоровому человеку, его можно поставить в такую ситуацию, в которой он, якобы, ведет себя неадекватно, и запрятать его в дурдом. Ну, то есть, это позволяет государству или властям бороться с… С социумом. Да, социумом, бороться с индивидуальностью. То есть, грубо говоря, любое яркое проявление индивидуальности – суть шизофрения. Ну, по определению. Если человек ведет себя не так, как все, его уже можно прятать, причем законно. То есть, эта штука… Штука…